В деревне был праздник, деревенская улица стала тесна его участникам. Пляшущие пары вышли из деревни и, не прекращая танца, движутся сквозь рощу, залитую и пронизанную солнцем. Они выходят на опушку, и глазам предстает стоящая на невысоком бугре отвратительно раскоряченная виселица. Сорока сидит на ее перекладе. Двое мужчин остановились перед виселицей. Один из них указывает на нее и что-то говорит. Другой смотрит, следуя взглядам за его жестом. А остальные? Не заметить виселицу, в которой их привел веселый танец, они не могут. Если они и не видят ее сейчас, то помнят о ней. Оно не сегодня появилось на этой лужайке. Но если нельзя выйти за околицу, чтобы не натолкнуться на виселицу, что же значит? Надо заживо себя похоронить? Но нет, этого от них не дождутся. Они продолжают танец, а один из них, отделившись от остальных, выражает свое презрение к устрашающей виселице самым грунтым образом. Устраиваться не дает бы от нее понуждение. Поразительная картина. В ней есть все черты Брегеля. Откровенная сниженность жанра. В ней есть аллегория. Но сильнее всего пейзаж. Извивы реки, просторы лугов, дальние горы, распахнутые, зовущие к движению горизонта. Виселица не может остановить праздник и пляску. Виселица не может зачерпнуть и уничтожить красоту огромного мира. Виселица не может остановить искание художника, который видит эту красоту с прежней и новой силой. Брегель уже бесчетно писал деревья. Реку, горы, дальние города, заречные луга. На этой картине все похоже и не похоже на пейзажи, написанные раньше. Не он сам, никто другой до него или в одно с ним время не передавал так воздушную дымку, размывающую очертания дальних гор, тончайшие цветовые переходы листвы, в которые дрожат и вспихивают солнечные лучи, стены дальних домов, голубовато-серых в тени, золотисто-розовых на солнечном свете. Глядишь на эту картину и кажется, что художник, создавая пейзаж, сотканный из воздуха и света, провидит отдаленное веками будущее живописи. Предвосхищает ее развитие. Да, этот год был трудным и страшным. Но именно в этот год Брегель не только не остановился в своих исканиях, но нашел новые средства, чтобы передать все, что открыло внимательному взгляду художника природа. Здесь ничего не осталось от традиционного деления пейзажа на несколько отграниченных друг от друга планов, созданных воздухом и трепещущим светом. Представить себе невозможно, что картина писалась не с натуры, не на воздухе, но по памяти и в мастерской. Ровесница крестьянской свадьбы и деревенского танца, она словно бы принадлежит иному времени. Зоркость глаза, цепкость памяти, свежесть восприятия, отбрасывающего все привычное, даже собственные прежние завоевания, изумляют и восхищают. Знал ли художник, к каким открытиям будущего приблизился? Он ценил эту картину и завещал ее жене. Ван Мандер, который рассказывает об этом, называет картину «Сорока на виселице» и дает простодужно-наивное истолкование ее сюжета. В своей жене он показал картину, изображающую «Сороку», сидящую на виселице, где под «Сорокой» он разумел сплетниц, которых обрекали на виселицу. Сорока на виселице